И снова всем здравствуйте, друзья! У нас сегодня суббота, 6 апреля 2024 года, и мы пришли сегодня попить кофе в очень симпатичное место в Гоцхилле. И посмотрите, сколько здесь у нас нарциссов и сколько людей. Ну, понятное дело, в субботу людей всегда много. Образовался опять у меня большой промежуток между моими видео, и я думаю, мы поступим сегодня с вами так. Во-первых, я вам покажу то, что ещё вам обещала показать по круизу, в каких местах ещё мы были, что мы видели. Ну, а ещё я вам покажу рестораны на лайнере, покажу, как мы обедаем, какая там пища. В общем, помните, я вам говорила, что мой друг просил меня всегда сделать вам видео и показать то, что нам здесь приносили вечером в ресторане. И покажу вам также шоу, на которое мы там ходили. Много чего ещё сегодня мы с вами посмотрим. И, пожалуйста, досмотрите это видео до конца, потому что, как обычно, чаще всего бывает, в конце этого видео самое главное, самое интересное. У меня для вас сюрприз, друзья. Итак, усаживайтесь поудобнее, и давайте начнём. Субтитры делал DimaTorzok Помните, я вам как раз говорила о капитане нашего лайнера Айона, который очень любил поговорить по громкой связи. И я дала вам послушать вот то, что он нам рассказывает, и как он каждое утро очень долго всё рассказывает, поясняет. Капитан англичанин, у него очень хороший английский. Кто-то просил меня давать вам послушать английский язык. Так вот, как раз послушайте, поймёте ли вы. Но, к сожалению, ветер там иногда прорывается. И капитан как раз и поясняет, что очень сильный северный ветер, 65 метров в секунду, и волны до 5 метров высотой. Остальное послушайте, поймёте ли интересно. Ну, а мы идём дальше. И я хочу вам показать, как вечером трудно попадать в ресторан. Это ещё, учитывая то, что ресторан этот мы уже заказали. Вы поверите, что здесь такая дикая очередь, чтобы попасть в ресторан, который мы уже заказали? Очень-очень-очень. Вот такой вот дорогущий ресторан с шоу. А мы пили, а мы ели, и во все глаза глядели. Вспомнила такой стишок. Ну, вот показываю вам то, что обещала, какую здесь еду в ресторанах подают, что мы заказывали для себя. Кстати, это шоу, оно не так часто бывает, обычно просто еда в ресторане, а здесь, видите, ещё и с концертом. Вот первая пела девушка, женщина молодая, я дала вам её послушать, но она как бы была на разогреве. А дальше выступал основной артист этого шоу, афроамериканец, очень красивый голос у него, но я его не запомнила и не записала. А это концертный зал, или театр, как называется, здесь на лайнере, на 700 посадочных мест. Несколько концертов мы посетили, в том числе очень интересное шоу, где выступала фокусница, довольно известная англичанка, но я, к сожалению, не знаю. Ну, а это шоу мы видим, называется The Privateer, член экипажа, как-то так можно перевести. А это третье шоу, которое мы также посетили. Какая-то популярная английская певица, молодая девушка, очень хорошо пела. Какая-то продукция у вас есть? Я имею, ну, в основном, это порк. Порк? О, да. Да, не смотря как порк. Ну, ну, это просто порк. Это как каек для меня, знаешь? Я знаю, это порк-веллингтон. Ага. Как биф-веллингтон. Это стандартная паста. Да, выглядит очень хорошо. Да, выглядит, да. Ну, да. Да, я очень рада с этим. Да, окей. И что с тобой? И что с тобой? Очень-очень-очень красивая пища. И еще один английский разговор для вас без перевода я дала послушать. Это то, что именно для вас мой английский друг объясняет, что мы взяли в ресторане. Очередная остановка в порту нашего круизного лайнера Айона. И сейчас, я надеюсь, вы узнаете. Вот, пожалуйста, Лас Пальмас Гранд Канария. И я снова здесь. И опять чудесная высокая башня, отель для ориентации. Автобусная станция под тентом. И вот наш великолепный лайнер Айона, видите, стоит неподалеку. Сегодня мы здесь будем до шести вечера. И вот, небольшая прогулочка. К сожалению, день не очень удался. Ветренно и пасмурно. Но, тем не менее, будем гулять. Двадцать три температуры. Набережная Лас Пальмас. Огромного пляжа. Те, кто смотрел мои видео. Но в октябре месяце я была именно здесь. Двадцать один или двадцать четыре дня. Уже даже не помню. Вот на этом пляже мы с вами гуляли. Пляжная набережная. Гранд Канария. Очень длинная оказалась. Вот кто бы мог подумать, что я через четыре месяца вернусь на то же самое место. И пришвартовался наш лайнер здесь, просто в самом центре. Поэтому, конечно же, мы сразу же пошли гулять. Стояли целый день мы здесь. С утра и до самого вечера. И я здесь просто гидом показывала всё, рассказывала. Перекусили мы в одном из кафе здесь, на набережной. Удивительное дело, что вот такая вот тарелочка, набор и два бокала белого вина нам обошлось 40 евро. Ну вот, я опять в восторге от этой свежей рыбы, которая здесь продаётся. Посмотрите, цены. Вот это любина за 7 фунтов, за 7 евро. Остальная рыбка. Какая хотите. Тунец. Это то, что у нас можно найти в Англии всего лишь. А здесь вот видите, как много ещё всякого разного. Цены, конечно, немного подросли. И я почему в очередной раз останавливаюсь у прилавка с рыбой в рыбном отделе супермаркета обычного здесь, в Испании. Потому что поражает меня обилие и разнообразие рыбы, которая продаётся здесь, в Испании, на острове. А вот в Англии, что произошло с рыбой, мне абсолютно непонятно. Точно так же островное государство. Но рыба, к сожалению, пропала. Вот на острове Уайт в Англии, в супермаркете Теско, вот такие вот прилавки со свежей рыбой на льду. Вообще убрали. Остались только вакуумные упаковочки, филе, лосося и тунца. Вот, к сожалению, так. Ну да ладно, что есть, то есть, как говорится. Не будем о грустном. Друзья, поставьте лайк моему видео, те, кому понравилось. И, конечно же, я перехожу к тому основному, о чём хотела вам сказать. Это будет моё объявление для вас, друзья. Я хочу выйти к вам завтра с прямой трансляцией. Хочу провести стрим. Ответы на ваши вопросы. Ну и вообще, я стрим давным-давно не проводила. У меня он есть один-единственный. Потом я как-то подзабыла проводить дальше стримы с вами. Но вот хочу вернуться к этому. Давайте попробуем, друзья. Итак, я объявляю. Завтра, то есть воскресенье, 7 апреля, ровно в 2 часа московского времени или в 12 часов по английскому времени. У нас разница 2 часа между Москвой и Лондоном. Я не знаю по поводу других стран, друзья, но, пожалуйста, те, кто хочет посмотреть и из других стран тоже мой стрим, проверьте время сами. То есть 12 часов по полудни в Лондоне или 2 часа по Москве. Будет длинный стрим, разговоры по душам наши с вами и мои ответы на ваши вопросы. Я обещаю вам постараться ответить на все вопросы, которые вы мне зададите в стриме. Вопросы можно будет заранее задавать или уже когда вы придете на стрим в прямой трансляции задавать вопросы. Я почему приглашаю вас заранее на стрим, друзья? Потому что без вас, без ваших вопросов и без вашего участия, конечно же, интересного стрима у нас не получится. Тем более, что я впервые буду проводить стрим, поэтому очень надеюсь, друзья, на вашу поддержку. И поддержка, конечно же, лучше всего, если она проходит в прямом эфире. Конечно же, этот стрим будет записан, и потом его можно также будет посмотреть уже после прямого эфира, но задать вопрос уже вы не сможете. Итак, друзья, еще раз, пожалуйста, приходите на мой стрим, который состоится завтра, 7 апреля 2024 года, на моем канале ровно в 12 часов пополудня лондонского времени или в 2 часа дня по Москве. Жду вас всех. Надеюсь, что у нас все получится, и первый наш стрим не будет комом. Ну, а на сегодня у меня для вас все, друзья. Берегите себя, всем удачи, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!